Спорткомплекс Олимпийц довольно редко собирает на своей площадке тэквондистов, но в этот раз есть повод. Чемпионаты первенства России с таким большим количеством участников со всей страны поместятся только здесь. Соревнования в техническом комплексе Пумсе – важный вызов для любителей тэквондо. Для того, чтобы развивались разные регионы, проводятся такие соревнования и в центральной части России, и на Дальнем Востоке. Тем более, что на Дальнем Востоке очень неплохие команды являются и призерами, и чемпионами России, и международных соревнований. Поэтому вполне закономерно, что чемпионаты первенства России проводятся в Владивостоке. У Владивостока действительно особое отношение с дисциплиной Пумсе. Еще в 2011 году здесь проходил чемпионат мира, который, к слову, больше ни один из городов России никогда не принимал. С тех пор интерес к этому техническому комплексу стал постоянно расти. Пумсе – это строго регламентированные упражнения, представляющие собой комбинации приемов защиты и нападения. Каждый кусочек тела здесь движется по определенной траектории и в точно установленной последовательности. И делается это все либо в одиночку, либо в парах, либо в группах. В отличие от популярных поединков в Кируге, зрелища и соревновательного адреналина здесь, конечно, меньше. Однако именно Пумсе и становится базой для будущих бойцов. Многие думают, что Пумсе – это своего рода такая гимнастика, где затраты такие энергетические не очень важны, не очень сильно. Это ошибочно на самом деле, очень сложно. Немножко где-то ручка ушла вниз, немножко не так встала, уже баллы снимаются. Поэтому такая более точная наука тэквону. Молодые и взрослые тэквондисты, которые покажут здесь лучшие результаты, по итогу попадут в сборную страны. Национальная команда уже через пару недель покажет свои силы на европейских соревнованиях, которые пройдут в Турции. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом.